А, ты здесь уже? Тогда привет, это Ром Турист Пойдем, только никто не должен об этом знать Узнаешь что? Да ладно, ты в описании уже все прочитал Дорогие друзья, с вами я, Анастасия Волочкова Заслуженная артистка России, балерина Просто хороший, добрый, светлый, открытый человек Какое счастье, я так люблю цветы Вы видите, у меня весь дом в них Слушай, Настя, а правда, что у тебя дом оказался вообще как-то случайным образом? Ну, он не случайным образом оказался Потому что случай – это псевдоним Бога Когда Бог не хочет подписываться своим именем Просто он сначала не должен был быть моим Потому что мне объявили невероятную за него стоимость И те деньги, которых у меня просто на тот момент не было Но его величество случай сделал так Чтобы этот дом все-таки был моим И чтобы вы могли сегодня сюда приходить Мне уже кажется, по цитируемости моего дома И освещению его везде абсолютно Что уже в моем доме живет полстраны минимум Когда я зашла на порог этого дома Я увидела первое, что это вот эту парадную лестницу Здесь не было перил, не было Вот был только мрамор, лестница и камин Все И вот я на лестницу только поднялась Я представила себя в длинном платье В день новоселья с бокалом шампанского Понимаешь? В итоге так оно и получилось Но я влюбилась в этот дом Когда я посмотрела вообще масштаб У меня была мечта, но о таком я, вот честно скажу Даже не мечтала Я там, знаешь, в книге желаний себе Всякие там картинки наклеивала Тех домов, которые я ездила, смотрела Они были похожи на это? Но они были похожи, даже как на какие-то замки Но это было все равно не то И в общем получилось так, что когда мы посмотрели Все это пространство с риэлтором А я вообще на самом деле Я даже не знала, что этот дом здесь существует Друзья, мы с вами часто говорим о дизайне интерьера И показываем красивые решения Но ведь в современном мире красивым может быть не только дом А еще и карта Ведь Тинькофф выпустили новую карту В лимитированном космическом дизайне Используя ее при покупке билетов в кино, театр Или на концерты в приложении Тинькофф Вам вернется до 20% До 15% кэшбэка вы получите на 3 выбранные категории трат Которые можно выбирать каждый месяц А с абсолютно любых покупок по ней вернется 1% Кэшбэк возвращается рублями, которые можно потратить Или снять в банкомате Кстати, деньги можно снять в любом банкомате мира Или перевести в любой банк по номеру телефона совершенно бесплатно И конечно же Тинькофф подумали и об этом У карты дополнительный кэшбэк Заказывайте карту по ссылке в описании к видео И получите дополнительные 15% На Яндекс.Еду и Деливери Клаб Или 10% на Аппстор, Гугл Плей или Спотифай Ссылка в описании к видео Вы знаете, что такое вообще, ребята, найти дом Ну ты прикинь, это надо ехать по пробкам по всем Все Подмосковье посмотреть Всегда что-то не понравится в доме Не твое А если это первый дом моей мечты И мой дом То я хотела, чтобы все было идеально И меня пригласили друзья Хозяин этого места комплекса Еще предыдущий Сергей Чтобы я помогла открытие бара Березобар Там, в общем-то, сделать Ну там, как сделать, не сделать А поддержать там, с журналистами Пообщаться, пофотографироваться с гостями Ну, естественно, я приехала Все, как раз через пару дней И я потом пошла покурить кальян Осталась, вернее, на этой же Березобар Она на самом верху находится В комнате, там вообще обозрение, видно все Он говорит, Настя, не будь дурой Покупай у нас Я говорю, у вас? И вижу, знаешь, там напротив храма Никольского Которого проезжали Там домики такие есть Ну они, знаешь, убогие такие Ну как туалеты на выносить Ну тут вообще такой сарай какой-то Я говорю, Сережа, ну я все понимаю Ну это первый дом моей жизни Я хочу, чтобы он был красивый Ну так, мне подстать Я же выбрала себе тоже дом Там, знаешь, как с колоннами Красиво Музейного плана И он говорит, Настя, ты не в ту сторону смотришь И я такая, знаешь, поворачиваю голову направо И я смотрю, вижу вот этот поселок на Махово И у меня такая мысль была Которую я сказала Сереже И никогда такого нельзя делать Никогда никто не делать Я сказала, да у меня денег не хватит Столько вот на такие роскошные дома И он говорит, зря ты так думаешь И на следующий день вот случилась эта история Когда я приехала и увидела вот именно этот дом И вот эта вот хозяйка Алла Она, короче, меня вот с таким недовольным видом Провела по всему дому Когда я видела спальню У нее спальню 102 метра Там, знаешь, будуар, спальня Там ванная комната огромная Окна Вот самое большое счастье Это вот эти окна В них всегда очень много света Здесь потрясающая Именно вот даже солнечная такая атмосфера И я вот реально поняла Что это мой дом Вот любыми путями он должен быть моим И, в общем, получилось так Что эта тетка Алла Она, нехотя показав мне дом Мы попрощались Проводила она нас на улице Она что-то шепнула риэлторше И я говорю, сколько стоит? Говорит, 5 миллионов долларов Я говорю, люди, да вы что, с ума сошли? А сколько сюда еще вложить? И этот дом столько точно не стоит Каким бы прекрасным он ни был Ну, там риэлтор что-то сказал А вот дело в том, что я беру 5% еще Она берет 5% Я говорю, нифига, 10% со сделки Вы хорошо живете И, в общем, все Я потеряла надежду купить этот дом Я просто понимала, что у меня столько денег нет Я посмотрела дом, как любой И приезжала на березу бар на эту священную К этому Сергею покурить этот кальян И вот как-то один раз происходит такой момент Я сижу, курию этот кальян Ко мне подходит мужчина и говорит Анастасия, вы знаете, я понимаю, что вы кого-то ждете Но я, вы знаете, у меня такая ситуация в жизни Мне не с кем даже поделиться У меня просто сердце разрывается Я даже вот домой не хочу возвращаться Каждый вечер я прихожу сюда И вот здесь пытаюсь что-то то фитнесом заниматься То посидеть просто в ресторане Вы уделите мне 5 минут Я говорю, да, конечно, уделю Он говорит, мне Алексей сел И он сразу начал такую тираду Да неужели все бабы такие суки Да неужели они все только за бабки Неужели все им только деньги, деньги, деньги Где же чувства, где любовь, где искренность Этого нет Я говорю, да, Аляш, это, к сожалению, так бывает Вот, я говорю, вы знаете У меня такая ситуация У меня вот здесь таунхаус в поселке А у меня еще и дом здесь куплен Я купил дом Я уже там для тещи этой жены своей Достроил какую-то пристройку Сделал ей комнату, санузел провел Вы знаете, такой дом классный вообще И я сейчас вынуждена его продать Вы понимаете Она еще хочет в валюте деньги И вообще как Она хочет в Америку это все отправить Она меня кинула Какие-то ужасы начинать мне рассказывать Я говорю, подождите В этом поселке, да А вы на какой улице продаете этот дом? А он меня не слышит Он просто свое тираду Да на улице этого архитектора Который нам построил эти дома У нас все заливается с балконов Зимой снег Осенью дождь Все льется нам прямо вот здесь Вот в эту В дом сам Мне тот уклон сделан Все, я говорю, а подождите А не дом-то номер такой-то Вы продаете? Он говорит, да, этот дом я продаю Но вы знаете Неужели можно быть просто такой страшный? Вы знаете, она просто У нее как характер такой Так и внешность Она же меня так задолбала уже За этими своими брекетами Я говорю, с брекетов? Поподробнее, пожалуйста Этот момент Я говорю, ее Алла зовут? Он говорит, да, ее зовут Алла Откуда вы знаете? Я говорю, так вы знаете Перед вами Успокойтесь, Алексей Сидит человек Который хочет купить этот дом И он так Я говорю, а сколько стоит этот дом? Он говорит, ну, знаете Мы хотим вот два с половиной миллиона Представьте, там паркет у нас там лежит Или какая-то там часть сантехники Что-то еще В общем, два с половиной И вы знаете Ну, то есть я, конечно, поразилась снизостью Я поняла, почему он такую характеристику дал Этой своей жене с брекетом Если она его хотела, простите, напарить На два раза больше На два с половиной Понимаете? Ну, мозготрепство шло еще несколько месяцев Потому что, когда эта Алла узнала, что дом Мне все-таки достается Он тоже не рада была А он был на нее оформлен Просто, понимаете? И там такая была Котовася с документами И все Что она то продаем, то не продаем И в итоге у меня просто Когда мы уже переводили деньги Туда-сюда, обратно В эти банки То, что в рублях казалось Мне уже, вы знаете На пятый раз Когда то туда, то сюда Мне просто позвонили сотрудники банка И сказали Вы знаете, Анастасия Вот вас просто Не достал еще этот пассажир Алексей Я говорю, знаете Не просто достал Просто меня Я взяла трубочку И позвонила Леша Леша, привет Как дела? Тебе дом вообще важен? Ты хочешь деньги получить? Или хочешь просто потерять свой дом Чтобы он был за... Ну, банк Чтобы тебя забрало И все Если ты послезавтра Не продашь его мне Я готова даже миллион рублей Доплатить за твой кредит Который ты не доплатил Мы сделаем сделку Через день эта сделка состоялась Сначала у меня была дизайнер одна Которая увидела масштаб дома И она захотела просто ради своего пиара Ну, как-то вроде мне помочь Но она понимала, что у меня нет такого огромного количества денег Чтобы заказывать какие-то дорогие материалы Покупать эту дороговизну Что я-то понимала, что в этом доме Вот любая деталь, даже недорогая Она будет смотреться дорого и богато Вот И потом, увидев, что я не могу огромные деньги вкладывать Она отказалась И я осталась вообще одна И все делала, вот, кстати, как говорится Дозовой вкус Конечно, во многом этот дом спасли фрески Самая первая вообще деталь И вещь, которая появилась в доме Это вот этот рояль мне подарил А, вот он, да? Да, мне подарил Коля Басков Вот это его личный А, так это его? Да, это его, да Вот фирма Петро Он очень хорошо звучит Те люди, друзья, которые приезжают ко мне И умеют играть на фортепиано Всегда ценят Настя, а вот мебель, допустим, всю Ты сама покупала, выбирала? Да, все, все Я покупала сама И вот эта мебель, кстати, вот этой гостиной На нее я не поскупилась И это действительно очень дорогая мебель И вот этой тканью Это вообще фирма Уника И вот этой тканью И вот именно этой мебель Обставлены ложи в Большом театре То есть для меня это, как еще, знаете, Такая ассоциация, напоминание Ну, правда, они там в аллом цвете, в красном Но я люблю все светлое Поэтому эту ткань в Италии Специально для меня делали на заказ И обивку, соответственно, и патину всю Надо уже подкрасить там чуть-чуть Телевизор я, кстати, не смотрю У меня, знаете, все никак у людей У меня в камине свечи А огонь в телевизоре Потому что мы реально его зажигаем Ну, я вам даже могу показать, включить Как это происходит все Вот, смотри И делается вот это утром Лолочка делает мне суп Потом ям Острый Это завтракаешь Ну, да Я в этот момент уже в репетиционной одежде И потом, знаешь, вот так вот Ложишься Чуть-чуть Он такой горяченький Там быстренько уже разогрето все внутри Вот так ложишься Это, знаешь, сон наступает Просто тут же, секунды И Лола мне всегда говорит Настя говорит Это опасное место Понимаешь? Мы все успеем сегодня посмотреть, как думаешь? Мы все, я знаю Частично, да Ты сама все комнаты свои знаешь, Настя? Конечно И очень много знаю А если бы я пошел один Я бы заблудился, да? Ты бы потерялся сто процентов Кажется, я потерялся Вот это, пожалуйста, картины Пуссена Французского художника В виде фресок А чтобы увидеть картины вживую В музее Никола Пуссена во Франции Покупайте билеты на Авиасейлс Их мне изготавливала Так же, как и внизу Фрески Компания итальянская То есть они с Италии приехали? Ну да, они изготавливались в Италии, конечно Я помню, что я сама лично ездила В компанию Филиал, который был здесь И мы вот Девушка одной С Машей Мы выбирали Прямо разделяли на компьютере Одну картину Это же, в принципе, одна картина В каждый молдинг Должен был попасть определенный фрагмент И мы все это детально Сами устраивали Но единственное, я попросила Конечно же Чтобы мне Вот в две центральные фрески Прикрутили лебедей Потому что лебедь Это все-таки символ Моей профессии Появился друг один Но тоже случайно Не случайно В Крыму У нас были гастроли И поскольку мы общались Там на протяжении 12 дней Было время у меня Поведать эту историю С домом И он сказал Настя, подожди Я же разбираюсь в ремонте Я все себе сам сделаю Давай я тебе помогу И дай возможность Только сюда зайти И вот он когда зашел Он как раз и делал Да И он мне Уже у меня все было куплено Мебель Все, правда, единственное Он когда увидел Какую мебель я купила себе В спальне Он сказал Да ты что, нет Эта мебель будет стоять У твоей дочки в комнате Я тебе подарю Другую спальню И в общем Все было вот так Как раз Спальня Да Вот эти все плинтусы Ламинаты Я все покупала сама Я дорогу в Леруа Мерлен Не забывала Ты в Леруа сама С Ив Леруа И в твой дом У меня есть Серьезно? Да, у меня есть кадры потрясающие Где я вообще Мне подружка моя Яна Шевченко Дала своего водителя Дамира с газелью И она газелью Прикинула Вообще просто Хотел бы я в то время Быть в Леруа Да, потому что Видите, вот какая красивая У меня мебель здесь И пространство какое Согласитесь, да? И окна большие здесь Всегда солнце заливается Сначала со стороны бодуара А потом оно перемещается Когда я успеваю Еще немножечко поспать Я люблю поспать подольше Честно говоря Ну потому что я Скажем так Веду здоровый образ жизни Знаешь, когда ложиться спать Поздно, вредно Поэтому я ложусь спать рано Утром Ну не, ну где-то в 2-3 Вот так И поэтому И во сколько просыпаешься? А просыпаюсь Ну я люблю, чтобы комфортно Ну вот 11 где-то, 12 Вот Богема И я вам сначала покажу Гостевую комнату Которую он тоже мне сделал Под стать театру Друзья мои Видели, сколько много фресок у Анастасии в доме? Видно, что она очень любит И ей очень нравится Как это делается Я вот здесь нашел еще одно решение Тоже очень классно Обои сделаны Как будто Книжные полки Поэтому решил подарить Анастасии Вот такой подарок То есть она сможет себе сделать Еще фрески Еще необычные обои А если вы хотите себе такие Переходите по ссылке в описании Там будет специальный промокод для вас И у вас может быть тоже Очень красиво И знаете, как будто Карлсон на крыше Да, 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 есть такое Кажется, как будто уже на крыше Тишина Такой вид вообще на весь поселок Скажите, что это очень красиво Ну вот, пойдемте Я покажу тебе Святая святых этого дома Добрый вечер Большой театр Анастасии Волочков Здесь просто атмосфера Очень классно Вообще здесь у нас еще колонки стоят Я просто их сейчас на время отдала В наш комплекс Меня попросили на одно мероприятие Поэтому у нас всегда звучит музыка И очень красиво Настя, а как вот сам дизайн здесь? Получается, ты сюда здесь не входила? Ну, дизайн здесь все делал Сергей сам Даже он поднимал даже вот эти вот своды небольшие Это все было пониже, чтобы увеличить пространство Все делал сам Выбирал Вот картины Боттичелли Вот, очень все красиво Я обычно, когда лежу на полу Делаю гимнастику Я просто вот разглядываю каждую картину Такая атмосфера особенная Я вообще люблю все красивое Вот здесь мой шпагат тоже Это стулы, думайте, зря стоят здесь Это для шпагата Раз, два и три Вот А что? Научишь, Настя? Да ты что научишь? Ты знаешь, сколько мне времени пришлось Сколько, да Чтобы научиться этому шпагату Я пришла в балетную школу У меня нога даже на 90 градусов нет Это я показала мастер-класс по шпагату Говорю, вот этот стул чисто для этого Вот, предназначен Это когда я пришла в школу в балетную У меня вообще ничего не было И все это развивала я Невероятными усилиями своими Ежедневным трудом Ну, у тебя же и сейчас уходит каждый день, да? Ну, я каждый день занимаюсь, да Конечно, я позволяю себе выходные Но это не часто происходит А если ты, допустим, бросишь Вот через сколько у тебя все можно будет забыть? Ну, во-первых, я не брошу Я даже на отдых беру с собой всегда репетиционную одежду Хотя, вот, в последний раз я была Когда сейчас в этой поездке в Турцию У меня Лола просто И на Мальдивы, когда я ездила Мне Лола написала записку Положила прямо в спортивную надежду Настя, я вас очень прошу Не доставайте эту сумочку из чемодана Надо отдохнуть И я вот не занималась две недели После спектакля прошлого в октябре Который был в конце И я очень волновалась Я думала, что я приеду И у меня там выйдет тело из формы Но на самом деле я пришла в балетный зал У меня было ощущение, что у меня тело отблагодарило Что я вот именно такую как дала отдых Серьезно, да? Да, и у меня вообще ничего не ушло Ни растяжка, ни выворотность, ни гибкость Ничего, поэтому нет, все нормально Вы знаете, особенность моего дома В том, что в нем очень светлая энергетика И очень большое пространство Очень открытое Знаете, солнечное Потому что здесь очень большие окна Сквозь которые пробивается солнечный свет Что дает мне очень большую энергию И здесь получаются замечательные фотографии Я очень дорожу этой мраморной лестницей Которая реально похожа на лестницу В королевском дворце Вообще мне под стать все царственное Царственное, величественное Этот дом украшают фрески Которые выполнены итальянскими мастерами Вот С моих портретов Которые написаны для меня питерским художником И в общем я считаю, что Просто само пребывание в этом доме Это создание в моей душе Такого покоя, гармонии И знаете, такого вот именно умиротворения Которого я не найду ни в одном ресторане Ни в одном отеле И ни в одном музее Поэтому приглашаю дорогих моих гостей Именно сюда, в свой дом Если возможность не выезжать из этого дома У меня появляется То я этого не делаю И провожу время здесь В нашем поселке Который, правда, очень тихий Замечательный И такой вот классный Так, друзья Что остается вам дальше сделать? Подписаться на канал Поставить палец вверх И ждать следующих выпусков Потому что дальше будет не меньше интересно Впереди много новых интерьеров Много новых героев Че только не будет Продолжение следует...